итак мы продолжаем работать с лт-38 и сейчас мы его будем грунтовать и после этого красить для удобства я в имеющиеся здесь вот внизу отверстие вставил зубочистку для того чтобы можно было удобно так вот держать крутить как угодно и аналогично сделал гусеницы башню то есть для того чтобы деталь которую мы будем грунтовать и красить держать не в руках чтобы она не мешалась чтобы краской на руку тоже не летела на мой взгляд вот так вот гораздо удобнее грунтовать вообще я рекомендую все модели из баллона но тут раз уж такая меленькая то я намешал смесь из этих двух баночек грунтовка и лакер finner томиевский в принципе как вариант такое тоже может быть для дозирования краски и заливания в аэрограф я пользуюсь обычно вот таким вот шприцом это по моему на 3 миллилитра очень удобно сначала набираем растворитель потом грунт или краску можно вот по шкале всегда следить за пропорцией единственное что перед тем как заливать в аэрограф вот так вот лучше немножко потрясти чтобы она опять смешалась вот берем и заливаем в аэрограф тут ничего сложного итак перейдем к окраске самое главное при окраске аэрографом это то что никогда нельзя долгое время дуть на одно и то же место то есть у нас модель должна быть время в неком движении вот ну поехали снизу начнем вот потому как поверхность становится равномерно матовой это значит она плотно укрывается грунтовку Тщательно проходим все стороны. Для того, чтобы не оказалось, что где-то что-то мы пропустили. Аналогично поступаем с башней. Видите, рука с аэрографом постоянно двигается. И деталь постоянно двигается, чтобы не было потеков. И таким же точно образом грунтуем гусеницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда работаете с грунтовками, обязательно все надо сделать в хорошо проветриваемом помещении, потому что вот эта вот пыль, она довольно не самая полезная для организма, что есть. Вся эта взвесь, которая сейчас летает в воздухе. Вот таким образом, в общем-то, все, модель загрунтована. И еще такая вот деталь. Деталь, губку очень удобно использовать, когда мы насаживаем на зубочистке детали, чтобы их сушить и чтобы их держать. Вот таким образом располагаем их и сушим. Ну, загрунтованную модель, в принципе, сохнет грунт достаточно быстро, достаточно получаса подождать для того, чтобы уже накладывать первый слой краски. Итак, мы загрунтовали модель. Грунт подсох где-то за полчаса. Теперь перейдем к базовой окраске. Для базовой окраски я буду использовать вот такую вот красочку Field Grey 1. Она на основе, ну, водорастворимая, сильно не воняет. У нее глянцевая текстура, что, на мой взгляд, очень хорошо для базового цвета. И мне нравится очень ее оттенок для немецких танков. Я считаю, он оптимален. Значит, каким образом я заливаю краску в аэрограф? Вот при помощи обычного 3-миллилитрового шприца. Значит, на две части краски я беру одну часть вот такого вот разбавителя. Не знаю, видно, не видно, фирменный ганзовский разбавитель. В общем-то, заливаем краску в аэрограф. Проверяем, что она нормально распыляется. Распыляется нормально. Берем танк и точно так же, как мы накладывали грунтовку, постоянно двигая, не держая аэрограф и модель на одном месте, начинаем нанесение. Немножко сдувает. Пауза. Ну, произошла небольшая техническая накладочка. Так, начинаем красить. Тщательно-тщательно закрываем. Всю поверхность модели красочкой. Особое внимание уделяем трудодоступным местам, потому что там проще всего пропустить и отставить какой-либо непрокрас. Собственно, вот. Все, вроде прокрашено нормально. Можно добавить. Все, вот так вот на зубочистки ставим сохнуть где-то минут на 10-15 обратно в поролоновую губку. Теперь точно таким же образом покрасим башню нашего танка. Она тоже на зубочистке. Точно так же берем. И делаем постоянно вот такие вот движения. Закрываем ее краской. У меня краска кончилась. Сейчас я немножко добавлю и продолжу. Продолжаем укрывать башню. Особенно тщательно снизу пушку, с боков. И вот здесь вот тщательно на углу. Вот так вот башня тоже у нас уже вся покрашена. Итак, опять же, перед тем как, когда замешали краску, проверяем, что она хорошо ложится на листе бумаги, берем наши гусеницы. И с двух сторон тщательно все закрашиваем базовой серой. Итак, мы наложили базовый слой на модель. Теперь сразу же сделаем легенькие высветления на верхних поверхностях. Значит, что для этого нам нужно сделать? Нам нужно смешать базовую серую краску от Ганзы и вот такую вот белую Flat White от Тамии. Почему от Тамии? Потому что Тамиевская намного более укрывистая краска, в отличие от Ганзовской, которая вот по моему опыту из всех, которые у меня были, были такие как молоко и плохо смешивались, и были совсем бледненькие. Значит, каким образом мы делаем? Прямо в шприце я вот набрал где-то две десятых миллилитра разбавителя. Добавляем где-то миллилитр серой краски. Притираем шприц ватным таким тампончиком, чтобы белую не запачкать. И набираем из белой тоже где-то около десятой части миллилитра, может даже чуть побольше. Натягиваем шприц так вот на себя и мешаем. Так у нас получилась вот такая вот гораздо более светлая смесь. А за счет того, что там достаточно много разбавителя, где-то половина от массы, она будет не очень укрывистой, будет такая полупрозрачный слой, что нам, в общем-то, и нужно. Заряжаем это все в аэрограф. Проверяем. Итак, всегда обязательно проверяем, как ложится краска. Краска ложится нормально. И берем нашу модельку и аккуратненько, очень аккуратненько, легкими движениями строго перпендикулярно поверхности накладываем тоненький слой вот этой более светлой краски. И еще более тоненьким слоем акцентируем вот эту строго горизонтальную верхнюю панельку. подмесим эрограф совсем близко. И вот так вот ее делаем. Логично с вот этой вот подбашенной коробкой. И ящичками. И можно чуть-чуть его на бусинничные полки по краешкам добавить. Все это мы делаем для того, чтобы наша модель выглядела более контрастно. Вот. Также чуть-чуть можно подвысветлить вот этот вот люк. Но, мне кажется, лучше его высветлять уже кисточками. Так же, как вот этот люк и маслом. Почему? Потому что аэрограф на такой маленькой модели, ну, просто технически тяжело ровно положить по краю люка. Аналогичным образом пройдемся по башне. Сначала верхнюю часть вот так вот укроем более светлым тоном. Да. А теперь еще более тщательно вот по этому люку пройдем по верхнему. Вот таким образом видно, что у нас стала башня более контрастной. На этом укладка, окраска базовым цветом и первичное высветление у нас сделаны. Вот. Оставляем модель сохнуть. Где-то на пару часиков желательно, чтобы она, как следует, просохла. И дальше уже перейдем к более глубокой тонировке. В принципе, на этом аэрограф для укладки краски нам уже будет не нужен дальше. Только для разделительных слоев лака. Вот. Так что ждем. Сушим. Итак, подождав пару часиков, пока краска высохла, положим на нашу модель слой глянцевого лака. Зачем это нужно? Нужно это, в общем-то, для двух. По двум причинам. Во-первых, когда мы покрываем модель краской из аэрографа, бывает такое, что где-то, там, может вихровый поток создаться. Можно не совсем правильно положить краску. И на модели может появляться такая небольшая шагрень. Вот. Глянцевый лак, он ее прикроет немножко, уменьшит этот эффект. Второй эффект заключается в том, что на глянцевую поверхность удобнее наносить эффекты. Меньше риск того, что растворитель, которым мы будем пользоваться, подъест краску. И все вот эффекты, там, фильтры и прочее в глянцевую поверхность не так намертво въедаются, как в матовую. Поэтому я рекомендую, когда базовая краска высохла, пройтись по ней глянцевым лаком. Глянцевый лак я в основном использую. Вот такой вот томиевский клир, обязательно акриловый в круглой баночке. И к нему вот такой разбавитель X2, X20A Finner, тоже акриловый. Они смешиваются, я смешиваю в пропорции один к одному для нанесения аэрографом. Но на самом деле пропорцию каждый подбирает индивидуально, в зависимости от сопла, давления и прочих параметров аэрографа и компрессора. Так, возьмем для начала башню и тонким слоем аккуратненько закроем ее глянцем. Поверхность должна визуально стать вот такой вот глянцево-блестящей. Если вы в какой-то момент перелили немножко лак и он дал какой-то белесый след, ни в коем случае ничего не делайте, ничего не трогайте. Дайте ему просто пару часов высохнуть, вся белесость обычно проходит. Главное, никогда не трогайте модель ни с краской, ни с лаком не высохшими. Так что сделайте только хуже. Всегда дайте подсохнуть даже неправильно нанесенному кусочку. Теперь аналогичным образом покроем глянцевым лаком корпус наш. Тщательно покрываем всякие глубокие участки. Почему? Потому что туда будет затекать наш растворитель, когда мы будем наносить эффекты. И если там лака окажется мало или вообще его не будет, он может в этом месте разъесть краску. Ну вот уже видно, что даже визуально поверхность стала гораздо более ровной. Лак, когда будет подсыхать, он еще за счет поверхностного натяжения чуть-чуть подрастянется, и поверхность станет еще более глянцевой. И последнее, что нам осталось, это гусеницы. На гусеницах упор делаем только на колесах, потому что поверхности самой гусеницы мы еще будем накладывать другую краску. И вот этот серый цвет нам здесь защищать пока, в общем-то, и особо ни к чему. Вот таким вот образом покрыли. Точно так же сделаем со второй гусеницей. Я это уже показывать смысла не вижу. Лаку лучше дать высохнуть тоже часа два-четыре до нанесения эффектов. А в идеале вообще оставить на ночь. Пускай уже высохнет насмерть. Из-за того, что если где-то он чуть-чуть не просох, нам не испортить всю модель. Лак должен высохнуть хорошо на этом этапе.